Сегодня чудесный день, потому что мы едем в Живерни. Это французская деревня, в которой жил, творил и умер. Клуб Моне. 45 минут на поезде из Парижа, и вы в городе Вернон. Даже вокзал, смотрите, как красиво выглядит. Прямо с вокзала в деревню Живерни отправляется вот такой вот поезд. Но учтите, что он медленнее и дороже, поэтому легче поехать на автобусе. Автобус не пропустите, вот так он выглядит. И для всех, мне кажется, понятно направление Вернон-Живерни. Очень удобно, потому что билеты можно купить прямо у водителя перед отправлением. Путь туда-обратно будет стоить 10 евро на одного. Мы приехали, кстати, к 9 утра, а желающих было уже очень много. Ехать до Живерни совсем недолго, около 15 минут и по очень красивой дороге. Вы выходите из автобуса, и вам еще 7 минут где-то нужно идти до дома. Сзади нас идут туристы из Новой Зеландии, например. Сама улица очень живописная, настолько красивая, просто нет слов. Представляете, кто-то ведь здесь живет. И вот здесь, например, кто-то живет. Мы подходим к музею. Сегодня среда, на улице 10 градусов и дождь, но людей столько. Ну сразу мы попадаем в совершенно невероятный сад. Какая красота, боже мой! Наверное, сюда все-таки нужно было приехать немножечко пораньше, в апреле где-то, когда все еще цвело. Ну, вы просто представляете, здесь все сделано так, что всегда все цветет в период с марта по октябрь. Аж светится на солнце. Представляете, сколько труда ежедневно нужно для такого сада. Господи, вы только посмотрите, как красиво! Но так красиво здесь было не всегда. После своей смерти Клод Мане завещал все свое имущество сыну Мишелю. Он же завещал поместье и сад отца Академии изящных искусств. И благодаря их усилиям сад и дом полностью восстановили. Говорят, сад был настолько запущен, что растения полностью вросли в гостиную дома и стали его частью. Только к 1980 году участок и дом полностью отреставрировали и открыли для посещения. И честно скажу, что для меня было настоящей мечтой заглянуть внутрь дома Клода Мане. Конечно же, это была его мастерская. Потом он переделал ее в гостиную. И все картины здесь, конечно же, не настоящие. Но все равно со факта того, как он обустроил пространство, просто вау. Изначально Мане снимал этот дом, который на самом деле был бывшей яблочной фермой. Тут давили сок и делали сидр. В 1890 году он выкупил поместье. Но семья разрасталась, поэтому дом постоянно достраивался. И сейчас он около 40 метров в длину. Мане обустроил гостиную, завешанную картинами своих приятелей-импрессионистов. Писаров, Сезанн, Ренуар, Матисс. Точные копии этих полотен сделали по специальному разрешению Министерства культуры без изменения размера. Как вы видите, здесь сохранились личные фотографии из японского уголка художника или нормандской этрыты. Все, как было при жизни самого Мане. Может быть, это совершенно очаровательно. Посмотрите. Все такое скрипучее. Второй этаж дома полностью жилось. Справа от центральной лестницы находились спальни детей, а слева комнаты Мане и его второй жены Алисы. У него было очень много друзей-импрессионистов, и их картины, конечно же, висели в его доме. И я считаю, что это, конечно, одна из самых больших ценностей и особенностей того времени. Обратите внимание на цветовое сочетание. Здесь очень много голубого, очень много желтого, очень много акцентных деталей. Ой, посмотрите, как красиво. Также у него очень много японских гравюр, и вообще он был любителем и ценителем японской культуры, поэтому здесь по дому очень много таких вот картин. Посмотрите, какая роскошь вам. Если честно, я так хочу показать вам кухню, потому что кухонная зона просто невероятная. Мне кажется, это вообще практически основная достопримечательность этого дома, потому что кухня просто невероятная. И сейчас мы с вами зайдем еще в саму зону для готовки, но вообще само пространство столовой вот такое вот. Тоже опять вы видите японские гравюры. И в целом невероятно, конечно, здесь. Это была моя мечта. Я не могу поверить до сих пор. Пока-пока-пока-пока-пока. Вот где нужно снимать Уэсс Андерсона. Кухня – это, конечно, отдельная любовь. Обратите внимание на цвета. Опять же, какие голубые, синие, красивые цвета и медная посуда. Люстра, как отдельная достопримечательность, она тоже сохранилась с того времени. Вы знаете, что еще прекрасно? Это то, что они полностью добавляют живые цветы во все интерьеры. Мне кажется, что это похоже на правду того времени. Прежде чем высадить сад перед домом, парижский торговец с именами прислал Мане каталог на выбор. Чтобы не мучиться и не ошибиться, художник заказал сразу все. Заботу о посадках Мане отдал команде из шести садовников. А сейчас с саду трудится ежедневно 8 человек. Друзья знали о любви и страсти Мане, поэтому привозили ему саженцы со всего мира. Ну а главной целью было буйство цвета и чтобы радовало глаз на протяжении всего года. По таким же принципам, как и Чехов в Крыму, чтобы все цвело по сезонам. Вообще у Клода Мане очень интересная история. У него очень много жен, детей и жен, детей. Я читала о том, что его вторая жена переехала в этот дом, когда была еще жива первая. И только после смерти, через год, после смерти первой жены, через год она вышла замуж за Клода Мане. Пожалуйста, недалеко от дома, прям курочки, хозяйство. Так, ну что, ради чего приезжает со всего мира? Вы только посмотрите на цвета этого перехода. В 1893 году Мане купил второй участок, лежавший по другую сторону, не существующей в наши дни, железной дороги, которая разделила его владение пополам. Как вы уже поняли, Мане любил японское искусство. Он не остановился на гравюрах Акусайо и Утамара, а новый сад он спланировал на азиатский манер. Это заметно не только под анневосточным растением. Он поставил за пруды, перекинул японские мостики, правда, покрасил их не в красный цвет, высадил плакучие ивы, бамбук, сакуру, а пруды заселил водяными лилиями. Да, теми самыми. Как говорил сам художник, все мои деньги я закопал в саду. Ну что это за красота такая? А вон там пастбище. Боже мой, господи, как будто картины. Посмотрите. Ну, людей не смотрите. Узнаете, все цветет. Несмотря на то, что очень много людей, все равно этот сезон достоин вашего посещения. Просто буйство красоты в цвете. Мы подходим к тому самому мостику. Вы видите, сколько людей. Очень много. Конечно, здесь неописуемая атмосфера и столько вдохновения. Неудивительно, что именно это так восхищало художника. Мам, перейду тебе привет. Это просто отлет. Ты бы тут, наверное, вообще с ума сошла от красоты. Я, конечно, в восхищении просто от флоры здесь. Можно сказать, что это немножечко ботанический сад, потому что посмотрите, какие здесь растения и как здесь разнообразно в плане фауны, флоры, фауны. Если честно, я таких даже некоторых растений и цветов не видела никогда. После сада с кувшинками мы решили ненадолго вернуться в сад у дома. Вышло солнце, и посмотрите, как все подсветилось. По-другому все выглядит. Финальная точка посещения всегда является магазин, но именно в этом помещении Мане рисовал свои огромные полотна с кувшинками, которые можно увидеть по всему миру. Очень классный магазин, конечно, сувенирный. Очередь на Гассу. Просто со всего мира люди сюда приехали. Мы слышали очень много немцев, англичан, именно англичан. Также были люди из Японии, Новой Зеландии. Просто нет слов, конечно, как Мане объединяет людей по всему миру. А вы говорите искусство. Если вы приезжаете в Париж в весеннее время, обязательно посетите Клода Мане, точнее его дом и все, что здесь есть, потому что это самое прекрасное время для этого места. Совершенно невероятный опыт. Угадайте, как называется эта улица. Правильно, улица Клода Мане. В 2024 году импрессионизм отмечает свое 150-летие, поэтому это еще один отличный повод, чтобы съездить в Живерни и увидеть своими глазами то, чем вдохновлялись художники. Если честно, мне кажется, здесь красиво везде, потому что улицы очень цветущие, везде так много красоты. Вся улица очень разная, но при этом невероятно живописная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как будто в Англии. Только посмотрите. И ведь это на улице. Здесь еще музей импрессионистов, и сама территория тоже очень красивая, поэтому если вы будете успевать, обязательно посидите. Ну, и, соответственно, назад вы тоже возвращаетесь на эту же остановку и садитесь. Мы решили приехать немножечко пораньше и прогуляться по самому городу Вернон, потому что он очень красивый, и здесь есть много классных мест, в особенности очень красивый собор. Давайте посмотрим. Такое ощущение, что там море, да, Саш? А еще очень бросается в глаза огромное количество антикварных магазинов с мебелью и предметами интерьера. В общем, очень необычно, если честно. Смотрите, как гора будет. Уже такая знакомая нормандская архитектура. Очень, конечно, симпатичная. Городок Вернон есть в описании романа-отвешенный, потому как сам Виктор Гюго бывал здесь не раз. А из самых главных достопримечательностей здесь это старая мельница 16 века, которая стала настоящим символом города и стоит она на каменном мосту конца 12 века. Будто в декорациях каких-то находитесь, в павильоне, где специально все для этого построено, но нет, это реальный мир и такая красота. Помещается такая красота в один кадр. Если честно, мне кажется, что я в первый раз вижу такие красочные, красивые витражи. Конечно, есть в этой архитектуре что-то сказочное, потому что, когда ты видишь такие домики, кажется, что ты вообще не в настоящем городе. Это очень старая часть этого города. Вот она. Я такого еще никогда не видела. Смотрите, цветы прям в камне. Мне кажется, здесь очень много пожилых людей. Не знаю, с чем это связано. Как же здесь красиво еще все цветет. Цветет, и сирень цветет. У нас уже отсыла в Париже. В целом, мне кажется, город очень характерный и выглядит во многих местах одинаково. Да, он небольшой, но тем не менее, все здесь есть. И магазины, и набережная. Очень симпатично. Я не знаю, что это за цветок, что это за куст, но пахнет, и он выглядит настолько привлекательно. Его видно просто за несколько метров. Посмотрите, какие классные велики на прокат. Очень симпатичные. Я таких не видела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Паркетка